Привет, мои дорогие! А у меня день продолжается. Доктор приехал. Боже мой, неужели его выпишут в садик? Господи, ему надо в садик ходить. Он там нормально спит, нормально ест, играет, он чем-то занят. Дома он просто голову выносит всем. Ну что, мои хорошие, выписал доктор его с понедельника в детский сад, но ещё выписал лекарства попить утром и вечером хотя бы. Предупредил, что болеют и взрослые, и дети. Ну я смотрю, что болеют, потому что даже во время ковида Таня у нас не замещала инструкторов. А сейчас замещает. Дети болеют, забита вся инфекционная больница. Вот, как он, Господи, называет... Пневмония какая-то. Какая-то пневмония вот такого типа, как корона была. Болеют тяжело. Сказал, сидите дома никуда. Лишний раз не вылезайте. А куда лишний раз не вылезайте? На работу-то людям надо. Так что вот так вот. Кость, ты мама, сиди дома. Я говорю, ага, ага. Я жду пенсию, чтобы ехать и за лекарствами, и у меня сигареты кончаются. Да и вообще хоть куда-то блюди надо. Ну чё я тут? Одичала уже за неделю. Так что масочки вперёд. Вот так. Так что опять болеем все. Как в старой песне. Ни мороз нам не страшен, ни жара. Удивляются даже доктора. Почему мы все болеем? Вот так, мои зайки. Берегите себя. Как в сказке живём. Вот я уже практически вторую зиму тут, да? Я не могу налюбоваться. Как в окно посмотришь. Боже мой, какая красота. И главный город недалеко. Вон они там, дома светятся. Не знаю, вам, наверное, может не видно. Ну там вот, видно, там вдалеке между ёлками светятся огоньки. А у нас тут только слышно, вот машины по трассе едут по Ленинградке. А так тишина. Ребёнок трудится день и ночь, день и ночь. А я сейчас с Сашкой поболтала. Она там занимается. Изучает программы всякие на компе. Говорит, видишь, сделала пончик в 3D. На улице, говорит, холодно, всего плюс 11. Бедные замерзают. Ну, работает? Я. Ну, ты ж молодец. Что ж такое? Да что ж такое? А в холодильнике у нас цветы необычайной красоты. Правда. Ой, а мне Витя прислал из Черноморска. Внучка его Любава. Она Любава. И он купается ещё. В воду. В воду. Ценейший кадр. Не надо мне, говорю, снимать. Избегайте, тёплая вода. Зайди, зайди. Нормальная вода. Это тебе нормальная. Нормальная вода. Вода ещё не... Вода нет. Да какой моржевский? Я уже не моржевский. Вот. Шикарная водичка. Да. Да. Давай, заплыв. О! Ценейший кадр. Моржом делаем. Виктора Анатольевича. Моржик. О, пошёл, 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 пошёл. Вот. В общем, короче, заплыв, заплыв. Сейчас, нырь. Опа! Сейчас, 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 сейчас. Да далеко просто вот идти. Пока дойдёшь, ёлки. О! О! Давай, 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 давай. Ой, сегодня тихо. Спокойно. Тут только рыбаки рыбачат. О! Пошёл. Заплыв делать. О! Всё! Сейчас развернётся назад. Ой. Вот так. Короче, мы купаемся. Выходит, дядька Черномор! Ха-ха-ха! Помаши, дядька Черномор! Ха-ха-ха! Хорошо? А? Вот видишь? А ты не хотел. О! О! Вот дай бог Вите здоровья. Он такой человек хороший, такой душевный. Ну, ему вот шестьдесят, сколько, пять, наверное, он помоложе меня. Он молодец. Он и выглядит хорошо. Ну, не пьёт, не курит. Ну, в общем, и питается правильно, и купается всё время. Да, молодец просто. И снова доброе утро. У нас мужики второй день работают на крыше. Я думала, они там чё-то ненадолго. Не, приехали с утра. Костя, машина стоит, греется. На работу поедет. Чё, мои хорошие? Мне кажется, я, конечно, голос у меня такой какой-то, но легче стало. Выздоравливаю потихоньку. Что очень меня радует. Терпеть не могу это состояние. Вот оно. Полная разбитость. И температура-то поднималась один раз. 37,3. И всё. Ну, а вот это вот... Ну, вы знаете, да? Вот это... Тишина. Мороз сегодня не сильный. Градус 4, наверное. Может, сегодня даже в город ворвусь. Хорошо бы. Просто неделю тупо вот просидела, провалялась. Будем живы, не помрём. Всё нормально. Вчера у нас была небольшая революция. Сашка так достался своим этим мусором, игрушками, что Костя разругался даже на него. Что бывает крайне редко. Вот. Собрал все его эти игрушки. И всё отнесли на второй этаж. В игровую комнату. Ну, а на самом деле... Ну, чё это? И у него своя комната. Игровая комната. А всё в гостинке, ну... Короче говоря, посмотрим, как он теперь будет. Я думаю, что постепенно он понемножку опять всё перетащит. И будет опять так же. Это если каждый день его вот так вот ставить на место. А они же не могут. Последушек такой, поздний ребёнок. Ну, как же. Вот он, этот ребёнок. Чё хочет, то и делает. Ладно, пойду домой. А то только похвалилась, что вроде проходит. Ну, видите. Вот хочу поделиться с вами хорошей новостью. Ну, правда, сейчас загадывать-то сами знаете, жизнь какая. Но если всё будет хорошо, нормально, то к концу января приедет к нам Марин, моя в гости. А будет контентик. Во всяком случае, она мне обещала, что прям собирается приехать к нам. Она говорит, после Нового года, ну, понятно, там после Нового года каникулы у неё, там у внука, ну, праздники, всё вот это вот. И мы уедем, наверное, в Питер, скорее всего, на праздники. Вот, она говорит, ну, к концу месяца. В общем, дай бог, чтобы все были здоровы, чтобы ничего не случилось. И тогда увидите, услышьте Марину. Я по ней соскучилась. Так что будем ждать, мои хорошие. Будем ждать и надеяться. Сколько лет? Мы её зовём в Мурманск. Сколько лет? И всё никак. И всё никак. Конечно, лучше бы, если бы они приехали летом. Костя бы съездил на рыбалку бы с Серёгой. Сейчас нет, сейчас, чтобы ехать на рыбалку, надо столько всего. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Костя зимой не ездит на рыбалку. Серёга-то с Мариной любители подлёдного лова. Ну, это ж вам не на севере всё-таки. Одно дело, там где-то под Москвой. Вот. Ну, ладно. Ой, хоть пообщаемся. Так что я буду ждать. У меня вообще сейчас в конце ноября приедет Татьяна, подруга моя. Из Ивановской области. Так что поеду к ней в гости в её квартиру, где я проживала. Не один год приезжала. Тоже наболтаемся. Хотя мы каждый день по телефону болтаем. Надо же глаза в глаза, да? Вы же понимаете. Про своих же подружек. Тра-та-та, тра-та-та. Не, мы так никого не обсуждаем, конечно, особенно. Не суди, не судим будешь. Но всё равно уж бывает. Так что вот так вот, мои хорошие. Есть чего ждать. Я как-то не умею. Вот всех призываю к этому. А сама не умею жить вот этим днём. Всё чего-то жду. У меня Алиночка ещё моя говорила. Мам, живи ты сегодня. Что ты всё время ждёшь чего-то? А я не могу не переделать себя. Вот такие вот дела. Вот так, мои рыбки. Вот так и проходят мои дни. Делала, делала, делала. Не умею я с трафаретами работать. Но не умею. И краской, и лаком для ногтей. Думала, будет красота. Получилось такое дерьмо. Что вот теперь надо закрасить. Всё это. Ну, потом придётся, наверное, пуговки клеить. Потому что, видите, от лака оно уже неровное. Два часа угробила. На что? На что? Сами найдите определение этому. Вот, всё теперь, что нам доступно от солнышка. Выше уже не поднимается. Вот только видно по верхам. Да. Ну, если где-то ехать выше, на сопках, то видно, конечно. А так уже нет. Но ещё всё равно красиво. Ой. Вот эти работяги, которые на крыше у нас работают. Сейчас они вот. А, он идут там. Костя говорит, что за люди. Здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. В общем, короче говоря, Костя им дал альпинистское вот эти вот снаряжение. Они же на крыше работают. А они нет. Костя говорит, там так скользко. А они всё равно без всякой страховки работают. А потом, не дай бог, свалятся там всякие цементные вот эти вот такие штучки, вот. Ну, для укрепления там, насыпной же грунт-то под домом. Ну, так не дай бог. Ну, и чего? Был уже один такой строитель, Саша, который упал со второго этажа, когда тут ещё всё делалось. Прямо на цемент. Месяц в больнице лежал. Ну, чего за люди странные? Никакого чувства самосохранения. Вот. А мы всё-таки поедем в город, видимо. И достала я уги. Вот этим угам 15 лет. Вот видите, уже тут железочки поотлетали. Но они такие удобные. Такие вообще тёплые. Потому что мех натуральный. И знаете, сколько им лет? 15. 15 лет назад они стоили 6 тысяч рублей. Вот. Алинка их заказывала. И ходила и Алинка в них, и я ходила. Сначала я их разнашивала, потому что там такой мех был, что нога не влезала. Это теперь он уже весь такой уже мятый, примятый за столько лет. Вот. Вот. Следство мне от дочки осталось. Мы их тут потеряли с этими стройками, а теперь я их нашла. Костя говорит, что-то их носить больше я, конечно, буду. Мне в них удобно. Да и зима пришла. Да и зима пришла. У меня ещё есть уги и сапоги есть. Ну, мне в сапогах этих неудобно ходить. Подошва у них жёсткая, такая толстая. И у меня очень быстро ноги устают. А в этих, ой, куда хочешь. Так, мои дорогие, вот сейчас и на почту надо заехать. Браслет с лабрадоритом, всё, едет в Хабаровский край. Ой, сейчас позвонила Таня, подруги своей в Ивановскую область. А её Володя уже везёт на поезд. Ну, она до Питера, у Юры там побудет. А потом Мурик. Ой, так скоро она уже в Мурике будет. Здорово. Наконец-то неделю прожила, не видела. Пронеслась, как ракета. Чего-то ест. Попрыгуха такая. Побежала. Мужики шумят. Убежала. Ну, вы как, вы просто приедете. Завтра у меня до 11.30 я здесь смогу. Сейчас, когда он договорит, то можно. Да? Да, когда... Господи. Так, с телефоном тоже нормально, кстати. Ну. Это деловой такой. Давай, снимай. Снимай, снимаю. Садюка. Ну. Господи. Сотрясение мозга у отца будет. Телефон ещё нет. Ну, давай. Я так чуть в сторонку его приподыму. О, на брови. На брови. Он вообще сидит просто шикарно. Ну, я в плане того, что оно... Он мне в шипок часа ходит. О, Саня, нифига ты рубишь. Просто. Она только вправо-влево, а так вот. Так прям сидит, прям как по размеру. Прикинь. Чего шапку-то носить, да? Голова прибёрзнет. Наконец-то. Как по-другому, давай. Ух ты, таскаю уже. Вот. Время полчетвёртого. Ну, вот и корабли теперь светятся по делу со снегом. Через месяц мне опять идти сюда, во Фламинго. Ну, вот и ёлка уже стоит, но пока не светится. Там мужики работают. А у нас на посёлке уже светится. Мы ехали, я не успела её просто заснять. Да, такая хорошая и яркая. Ну, а там вот уже и северное сияние над улицей светится. Полосы вот эти. Раньше были рыбки, корабли. В прошлом году, по-моему. Вот. А сейчас вот прям северное сияние. Красота. Ветер сегодня. Ну, я посмотрела погоду. Завтра минус 13 будет. То есть 4 градусов и сразу минус 13. Поэтому и ветер такой. В перчатках снимать невозможно. Не снимается. А без перчаток руки мёрзут. Вот такая вот зимняя красота у нас. Ну что, зашла в рюкодельный. Вес половины тысячи. Отстегнула. А что взяла-то? А взяла. У меня не совсем выкидывать пора. А инструмент же дорогой. Да и так кое-чего по мелочи. Сейчас ещё пойду в аптеку. И всё. И полпенсии не будет. Нельзя в город выпускать. Ну, а чё. Без таблеток не живём. А без того, чтобы руками не делать, я вообще помру. Поэтому хочешь не хочешь, а надо. А ещё трёшечка улетела. Так. Осталось. Мне ещё надо купить сигарет. Мои, наверное, уже уехали домой, потому что они на час приезжали всего. Ну, а сейчас я поеду, доеду до конца города. Пивной склад. Ха-ха. Новый магазин. Пооткрывались. Вот. Прискакая. Зайду в пятёрочку и на такси поеду, наверное, домой. Ой, тут другое. Мы сюда ходили. В это кофе уже другое. Вот так вот прогулялась. Вообще, пока доеду ещё полчаса ехать на тралике. Нравится у меня прямо это северное сияние. Оно так интересно переходит. Красиво. Вот так вот ещё не очень. А когда ездишь на машине, очень красиво. Мои, оказывается, не уехали домой. Сидят у Кости на работе, ждут, когда бабушка нагуляется. Костя звонит и говорит, «Ну ты где?» Я говорю, тут около сувениров». Он говорит, «Ну, давай, езжай к нам, мы тебя ждём». В общем, сигарет я не купила. А идти в магнит, это надо вон туда идти на переход. Ну, ладно, может, по дороге куда-нибудь заедем. вот он, риэлт. Дорогой наш, горячо любимый. Так, ой, Лизовский мог бы уже лифт сделать. Ну, а уже нет никого, наверное. Рабочий день-то. Ой. Так, где эти втьюки? Здрасте. Сидят со Светиком, с бухгалтером нашим, болтают. Так, а где тут свет-то включается? Ничего не знаю. Так, попить надо. Попить надо, попить хочу. Так, тут уже всё выпили. Был Костин кабинет. А столовая была с кухней в маленьком закуточке. Ну, наш добрый директор ушёл в закуточек без окон, без дверей. А тут теперь кухня и столовая. Сейчас поедем. Уже народ весь разошёлся. Ну, теперь пока все магазины не обойдём. до дом не доедем. Чё-то им понадобилось там опять что-то строить будут. Пошли. Я бы не... Я с вами не пойду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok